ДОЙЧЕ ВЕЛИ ДВ НОВОСТИ Мюнхенская конференция по безопасности закончилась, но в Европе продолжают обсуждать слова премьера Дмитрия Медведева, который сказал, что Россия и Запад, цитата, скатились во времена Новой Холодной войны. Правда, позже в интервью Тайма он уточнил, что не говорил о начале Новой Холодной войны. Как западные политики и эксперты восприняли речь Медведева, выяснял мой коллега Александр Прокопенко. Многим журналистам, встречавшим утром в понедельник министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, хотелось узнать, так идёт всё-таки Холодная война между Западом и Россией, о которой говорил Медведев, или нет? Я за последние дни не почувствовал атмосферу Холодной войны. Мой президент заявлял, что нет никакой Холодной войны, о которой говорил Медведев. Но есть Горячая война, которая идёт, пока мы тут говорим. И не только в Сирии, но и на Украине. Восприятие проблем совершенно разное, даже противоположное. Нам нужна Россия. Россия — часть Женевского процесса. Но до тех пор, пока Россия будет воспринимать проблемы совершенно иначе, чем мы, я не вижу оптимизма в разрешении проблем. В Берлине, в свою очередь, также заявили, что не разделяют мнение Медведева о Холодной войне. В то же время Германия настроена на диалог. Тем людям, которые говорят о Холодной войне или об опасности Холодной войны, например, это российский премьер Медведев, я могу лишь сказать, что это точно не видение немецкого правительства. И у премьера, его страны, есть возможность предотвратить такое развитие ситуации. Ранее, еще на полях Мюнхенской конференции, глава немецкого МИДа Штайнмайер заявил, что журналисты будто бы неправильно интерпретировали заявление российского премьера о начале новой Холодной войны. На самом деле, считает министр, Медведев имел в виду, что необходимо избежать ситуации, которая приведет к возобновлению такого конфликта. «Ситуация куда сложнее. Между государствами больше нет старых конфликтов. Мы столкнулись с конфликтами между государствами и социальными, фундаменталистскими и террористическими группами. Старые категории больше неприменимы. Теперь налицо новые многогранные конфликты, к которым мы должны подходить с разных сторон. Сирия тому пример». Немецкий эксперт Штефен Майстер считает, что правильнее было бы говорить не о Холодной войне, а о глубоком кризисе доверия между Западом и Россией. «У нас больше нет институтов, которые бы признавались обеими странами и способствовали улаживанию конфликтов. У нас нет больше единой позиции по тем вопросам, с которыми мы столкнулись. Это главная проблема, и в этом я вижу угрозу. Но мы не живем в биполярном мире в условиях Холодной войны, где царит определенная стабильность. А у нас неясность, неуверенность и непонятно, кто что предпримет в следующий раз». Тем временем бульварная газета «Бильд», которой в начале января дал интервью российский президент Путин, также отреагировала на слова Медведева. Издание провело анализ и пришло к выводу, что Россия проиграет новую Холодную войну, если она все-таки начнется. Словения вслед за Австрией намерена ограничить поток беженцев. Также стало известно, что страны Вышеградской четверки – Венгрия, Польша, Чехия и Словакия – выступают за закрытие так называемого «балканского маршрута» для беженцев с Ближнего Востока. Пока не выработана общеевропейская стратегия в области мигрантов, страны считают себя вправе защищать свои границы. Как собираются остановить поток беженцев? В материале Ольги Капустиной. Македония – один из важнейших перевалочных пунктов для беженцев на пути в Евросоюз. Получат от Брюсселя 10 миллионов евро на укрепление своих границ. Об этом Еврокомиссии заявили в понедельник. Из Турции беженцы через Эгейское море попадают в Грецию. Оттуда по суше в Македонию, Сербию, Хорватию, Словению, Австрию и Германию. Если же Македония закроет свою южную границу, то Греция фактически превратится в один большой лагерь для беженцев. Многим грекам это не нравится. Так, жители острова Кос провели митинг против временного размещения беженцев на острове. Они считают, что это снижает его привлекательность для туристов. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Австрия поддерживает восточноевропейскую линию, направленную на перекрытие Балканского маршрута. Во время своей поездки в Македонию глава медстраны Себастьян Курц даже пообещал предоставить скобки полицейских и оснащение для защиты границы. Противодействие политике Германии таким образом усиливается. Канцлер Ангела Меркель по-прежнему за политику открытых дверей для беженцев из Сирии. Если у нас получится остановить нелегальную миграцию через Эгейское море, то мы готовы на законном основании принимать определенное число сирийцев. Надо разделить это бремя на всех. Такова наша ответственность в мире. Однако большинство стран ЕС не поддерживают план Меркель. Накануне французский премьер Манюэль Вайс заявил, что Париж примет не больше 30 тысяч беженцев. Единственные союзники, которые остались у Меркеля, это Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Но эти страны принимают лишь небольшое количество беженцев. Пока не похоже, что в конце недели на саммите ЕС удастся утвердить совместный план, о котором говорят в немецком правительстве. Тому, кто хочет возглавлять Европу, нужны те, кто готов ему следовать. Пока же Меркель находится в одиночестве. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будь волей его и его коллег из Центральной Европы, македонская и болгарская границы с Грецией уже давно были бы закрыты. А власти Польши заявили, что готовы отправить польских полицейских на охрану границ Македонии. В эти дни в Берлине проходит один из крупнейших международных кинофестивалей. В категории «Молодежное кино» в конкурсе участвует украинский фильм «Сенсиз». Он рассказывает об истории крымско-татарской семьи. В Берлине же звезды немецкого кино выразили свою солидарность с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в Крыму. За этой историей следила моя коллега Оксана Евдокимова. В воскресенье, когда тысячи людей смотрели представленные на Берлинале фильмы, немецкая и европейская киноакадемии вместе с Amnesty International организовали акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова. Если мы ничего не будем предпринимать, этих людей просто забудут. Поэтому так важно вновь и вновь говорить о том, что он до сих пор в тюрьме, и его нужно освободить. А кто раньше всерьез рассчитывал на то, что освободят Ходорковского? Никто. Нужно привлекать внимание широкой общественности. Тогда даже по самым безнадежным делам станут возможными перемены. Я не россиянка, я не украинка, я даже никогда не была в Крыму. Но то, что там произошло на глазах всего мира, то, к какой войне это привело, все это приводит в состояние оцепенения и шока. Среди участников акции украинский режиссер Нариман Алиев. Выходит с Крыма так же, как и Олег Сенцов. На кинофестиваль он привез свой фильм «Сенсис» на крымско-татарском «Без тебя». Слишком далеко. Я пойду с тобой или без тебя? «Без тебя» снимали уже после перехода Крыма под контроль Москвы. Тайна подальше от чужих глаз. История крымско-татарской семьи рассказывает о прощании и о ценности и родных людей, и родной земли. Это было такое себе прощание с Крымом, с домом. Но не навсегда, а на это тяжелое время, как по мне. Я старался сделать все, чтобы что-то после себя оставить в этом, чтобы что-то запомнилось о том Крыму, в котором я жил, любил. Из шести украинских кинофильмов, привезенных на Берлинале, наибольшее внимание привлекли именно те два, которые рассказывают об украинско-российском конфликте. Кроме «Без тебя» Наримана Алиева, это «Мариуполись» Монтаса Кведеравичуса о жизни в прифронтовом Мариуполе. Конфликт между Россией и Украиной затронул еще одну отрасль экономики – грузовые перевозки. От транспортной блокады страдают обе страны. Подробности в обзоре новостей. Киев в ответ на действия Москвы приостанавливает транзит российских грузовых автомобилей по территории Украины. Накануне Россия ввела временный запрет на проезд украинских грузовиков по своей территории, после того, как активисты заблокировали российские фуры на западе Украины. Иран отправил первый после снятия санкций танкер с нефтью в Европу. Три первые поставки осуществляются в рамках контрактов, заключенных с Францией, Испанией и Россией. В Роспотребнадзоре заявили о первом в России случае инфицирования вирусом ЗИКа. Россиянка заразилась им во время отдыха в Доминиканской республике. Через несколько дней после возвращения в Москву у женщины поднялась температура и на теле образовалась сыпь. Сейчас она проходит лечение в стационаре. Кинодрама «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли получила главную британскую кинопремию Бафта в пяти номинациях, как лучший фильм, а также за лучшую мужскую роль, режиссуру, операторское искусство и звук. Картина была выдвинута на «Оскар» в 12 номинациях. Ди Каприо называют одним из основных претендентов на «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом фильме. Также американский актер в интервью Вэль Тамзонтек признался, что не прочь сыграть Владимира Путина. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. О развитии событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok